Зимняя сессия позади. Можно и отпраздновать. В Татьянин день все студенты отмечают свой профессиональный праздник. Святая Татьяна считается покровительницей студенчества. Не важно, что официально этот день отмечается 25 января. В Шелковском колледже можно отметить его несколько раз. Накануне и в сам праздник. В этом году очень много мероприятий, посвященных этому замечательному дню. Мы начали сегодня, потому что очень плотный график. Завтра у нас около трех мероприятий. В этот раз мы отошли от официальных мероприятий. И именно это веселость, развлечение, радость, юмор, шутки. Будут какие-то видеоряды по телевизорам, по нашему интерактивному вещанию идти. Именно что касается веселой студенческой жизни. Накануне праздника студенты собрались на катке. Его они заливают сами. Игры и конкурсы для них провели сотрудники Медвежо-Озерской клубной системы. В основном здесь, конечно, общежитейцы. Такое новшество в этом году придумали впервые. Но они изменяют и традиционным празднованием. Как и каждый год, они планируют отметить праздник с шашлыком, песнями под гитару и настольными играми. Однако 25 января студенты отмечают праздник не только узким кругом общежитий, но и всем колледжем. Для них организована большая программа, мастер-классы, оригами, поделки из органзы и спортивные мероприятия. Выступить перед студентами колледжа приехали и танцевальные коллективы. Продолжится празднование и в пятницу. В этот день организаторы запланировали для студентов еще один сюрприз – соревнование по лазер-тагу. У нас вообще очень такая насыщенная жизнь в колледже дополнительная. Для студентов мы стараемся делать все, чтобы им было интересно, особенно для тех, которые проживают в общежитии. Понятно, что им здесь тяжеловато. Они без родителей, они сами за собой ухаживают. Кто-то даже еще не умеет этого делать, поэтому мы стараемся научить их и быту, и развлечениям. Так для кого 25 января – двойной праздник? Как оказалось, Татьян в колледже немного, а на катке и вовсе одна. Татьяна Барабанова – повар-кондитер, ее работы довольны коллеги. Она не раз участвовала в конкурсах как лучшая стажерка и занимала призовые места. У девушки большая мечта – когда-нибудь открыть свою кофейню. Сегодня и она поздравляет всех студентов и Татьян. Меня мама всегда поддерживает во всем, во всех моих начинаниях. Много знакомых с именем Таня, как бы трестная Таня. То есть, ну, всех, кого знаю, всех поздравляю. Это именины все-таки. Поддержка Татьяны и ее подруга Кристина. Девушки вместе живут, учатся и работают. Хороший, жизнерадостный человек. Она прям как солнышко такая, рыженькая такая. Очень хорошая. Без нее я бы не справилась. В Татьянин день традиционно заканчивается зимняя сессия. А студенты – суеверные люди. Теперь вспоминают, что спасало их на экзаменах и делятся рекомендациями с другими. Некоторые выкрикивают в окно, халява, приди, зачетками махают. У некоторых есть. Вроде как бы всем помогает. Пятирублевую монетку под пяточку подложить. Вот прям точно прокатывает. Сегодня не важно, какие оценки стоят у студентов в зачетке. Сегодня они празднуют. И этот вечер они проводят с пользой для здоровья. Марина Познякова, Валерий Жиглей, телерадиокомпания «Щелкало».